Вывалилась из головы всё видео о том, как я в своё время собралась замуж за француза. Было это ровно 11 лет назад. На тот момент мне было 51 год. Была у меня приятельница Татьяна, у неё был на то время мужчина во Франции, Бернар. Она к нему летала и решила познакомить меня с его другом Жан-Люком. Вот уже теперь, по прошествии времени, я понимаю, что это... Тогда у меня прошло 5 лет после развода. Было очень тяжело, как-то всё... Как-то было всё плохо. Металась я из стороны в сторону, не понимала, что мне надо. Видимо, надо было поднять самооценку. Ну, начали мы готовиться к этой поездке. Я стала учить французский язык. И в сентябре 2007 года вся моя семья провожала меня в город Париж. Я доехала в пустом практически в вагоне до Питера. Там мы встретились с Татьяной. Говори, что... В жопатике. В жопатике. Полетели в Париж. Ну, Париж. О, Париж. Мы прилетели утром. Второй самолёт на юг Франции. Город Перпиньян был уже... Уже не помню сейчас по времени, но уже стемнело. И вот целый день мы ходили по Парижу пешком. Лур. Нотр-Дам-де-Париж. Музей. И ещё и льва башня. Красота. Вот она, красота. Красота напротив музея де Лурен. Татьяна, мы никакую песню про сену не знаем. Нет, про сену не знаем. Издалека долго. Красотища неземная. Сидят себе люди на втором этаже. на полношке Автобусы были красивый Иди к нему, иди, голубчик Красиво Дети играют на газоне в футбол Люди куда-то все пропали 272 метра, 2 миллиона 700 евро Иду, иду, иду Высоченная железяка Я лежу на газоне И снимаю Эйфелеву башню Любанька уже ушла А еще к Милану О, Жанлюк, какие муки ради тебя Ну что, прилетели мы в Перпиньян? Вот на этом самолете мы полетим в Перпиньян сейчас Встретили нас мальчишки Бернард с Жанлюком Познакомились Посидели Выпили Ну и стали строить отношения Бернард чистит Устрицы по-нашему Три кастрюли Варятся мули Три кастрюли Три кастрюли Сейчас будем смотреть регби И есть Все это хозяйство Ну ладно Ну ладно Спасибо Сначала покажем что там внутри Ой не знаю Ой не знаю Что это за муля Муля такая очень вкусная С лимончиком ее Она живая Она не живая уже Она уже А потому что ее ногу отрезали Ааа Ну господи Благослови Давай Встретили нас хорошо Возили нас Вот мы ездили два раза в Испанию Там Благо Перпиньян Он в сорока километрах от Испании На море Ну всякие достопримечательности Перпиньяна И ближайших городков Очень красивые места Особенно меня поразил Калюр Я до этого была Только в Финляндии В Европе Меня конечно поразила вся эта красота Ой как у них все красиво Чисто Зелень Пальма Рай Руси туриста Облика морали Хехе Какая собака Ой какая прелесть Лучше чем шмут Да наши мальчики одевались Ставиона Леонтьевна койт переживает Пальмовая роща Одна штука Танюшка смеется и говорит Пальма не бритя Правда такая смешная Почтовые ящики Я представляю как здесь весной красиво Ну какая-то пальма тоже Ой какая толстенная Во дворе Сегодня уже 11 число У меня еще Ногти целы Влаги Истрепались Блин от ветра Вот это вот Влагка коланий С собаками на пляж нельзя Вот они вот строго По своей дорожке И едут Родимые Целый день бы не уходила Просто бы сидела и смотрела Ходили в рестораны Были в ресторане На концерте Алехандро Ромеро Это фламенко Фламенко конечно Танец просто зачаровывающий Разговорились Разболтались Едем из ресторана Насмотрелись на танцы Просто опалаумили Тетки Ни вино у нас не брало Ничего Одни мурашки по телу бегали Вот такой музыки Танцы В общем отдохнули Замечательно В общем есть что вспомнить Сам Жан Люк Мало того что Совсем другой менталитет Конечно Человек который Ничем не интересуется Работа Дом Выпивка по вечерам Обязательная И смотрит только Рэгби по телевизору И лото Ну эти лотереи Всякие Больше его Ничего не интересует Он какой-то Он не проявляет себя Как мужчина Абсолютно Вот что-то все Хи-хи Ха-ха Я даже как-то Я вообще стеснялась Там Ну вы сами представляете Да Попасть в чужую страну Незнакомый человек Как-то Чувствуешь себя Ну не очень комфортно И он вот такой В общем я быстро поняла Что это герой Не моего романа Ну отдохнули мы там хорошо Конечно Хорошо Ездили в Андорру Такое маленькое государство В Европе По пещерам ходили Ну много всего Красивого Конечно Так Готовы? Виноградные Улитки А у нас пропадают В стране Смертельный номер Показывает всем видом Что вкусно Так Люба Ну-ка Попрощаться с тобой Давай-давай-давай Пасьян Я боюсь Берна Давай ешь Берна Да ладно тебе Попрощаться Ну не понимаешь Нормально абсолютно Грязь Корму Не понять Восторгов никаких Да? Ну-ка ничего Ну что? Я смотрю Ммм Как мужички-то Наверачивают Вот так вот Верна Семь-семь-семь-семь Обалдец Ну и как Не увидел Трусины и яйца Десять евро Их ниже перья А дырочку для чего взял? Собаки Дети Ослы И я попрыгала Здесь почему-то практически Нет воробьев Одни голуби Вот Ну Стало понятно Конечно Что это совсем не то С этим человеком Не поговоришь по душам Потому что у вас нет Точек соприкосновения Он не жил в девяностые годы С пустыми полками И бандитами на каждом шагу Как дочка моя говорит Он не знает Кто такой олимпийский Мишка Ничего общего нет И Ну и сам он человек по себе Ну Ну просто Фотокарточку нашу поставил На память Вот телефон Кот Хеопс Соседский Приходит тут подкармливаться Залезает на окно И снит Дочитала книжку Прикольно Готовится Вечером приглашенный К нам в гости Таня с Бернаром Будут делать Русский салят То бишь оливье Они его никогда не ели Я вот не знаю Чего еще Сейчас встанет Жан-Люк Поедем В магазин Таня Объясни Что? Ну это вроде и регби И нас провожают Заодно Да На фото корреспондент Папарадзил У меня нога сломала А вещей у парижанков Как с колхоза 40 лет без урожая Так и тут еще 2 часа До рейса Прощай франция Мальчик, ты не понял Водочки нам принеси Куда мы летим? Понял Санкт-Петербург Три года он мне звонил По телефону регулярно Приглашал к себе Говорил, что он влюблен Но я-то поняла, что Ничего у меня с ним не будет Общего И мало того С его поведением Вот этим каким-то странным Да я его убью через неделю сковородкой И сяду во французскую тюрьму И в конце концов Я что, последний хрен без соли доедаю Чтобы мне все бросить И выходить за него замуж Так что Не получилось из меня Французская невеста Нет, вернее, русская невеста Во-франции Но Я хочу сказать Я ни о чем не жалею Это прекрасный опыт Более того У меня очень поднялась самооценка После Тех француженок, которых я видела Девочки, мы самые лучшие Но хочу вам сказать Что если вам Судьба представляет такой случай Вернее, такую возможность Если вы хотите замуж Выйти за границу И вам подворачивается Такая возможность Не бойтесь Езжайте, летите И проверьте все На своем опыте Бояться абсолютно нечего Они такие же мужики Как и наши русские Ну, только с другим Ну, только с другим менталитетом С другим языком Может быть, даже через интернет Мне кажется Страшновато А если вот так У вас кто-то познакомит Кто знает этого человека Надо лететь Надо пробовать Потому что Пока вы не пообщаетесь Не проведете вместе время Вы же не поймете Ваш этот человек Или нет Кончился весь этот роман Телефонный Тем, что я сменила Номер телефона Но через два года У меня был еще опыт общения Уже с финном Мы, правда, с ним немного общались Ну, в Финляндию часто ездили Познакомились Ну, это совсем Смех и грех Они же живут Настолько, как отшельники Друг от друга по несколько километров Общаться совсем не могут Ну, он Тоже такой смешной В общем, короче говоря Не складывается у меня С иностранными женихами И решила я с этим делом завязать Ну, на этом, наверное, все на сегодня Спасибо вам, что вы смотрите Если вам нравится, подписывайтесь Потому что это показатель Подписывается человек Значит, ему интересно смотреть Мне это очень приятно Подписывайтесь Потому что подписчики уже становятся Моими друзьями Это так здорово Пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому